Всем привет, народ! Меня зовут Тихон, я занимаюсь выращиванием микрозелени у себя дома. На этом зарабатываю деньги и об этом рассказываю на своем YouTube-канале. Сегодня я вам хотел рассказать о том, как я отправляю заказы, в чем упаковка и в чем, в принципе, есть нюансы, а их там очень много. Очень часто люди у меня спрашивают за мои коробочки, в которых я отправляю, потому что я гений, додумался, как сделать крутую упаковку, красивую, удобную, практичную и при этом недорогую. И сегодня я с вами поделюсь как раз-таки секретами этой упаковки. Кто-то газует на парковке. Это может быть мой брат. Значит, он завел девятку. Итак, давайте сразу же погнали по порядку. Во-первых, микрозелень, кто не шарит, чуть такое. Вот видите, у меня на заднем плане всякие горошек и так далее. Это быстрая культура, которые там быстро растут, их можно легко вырастить у себя дома или в таком помещении. Вырастили, можно очень выгодно продать. Но, чтобы это продать, нужно это отправить в ресторан. И, чтобы отправить это в ресторан, нужно какую-то упаковку придумать. Когда я начинал, первое время я как возил заказы, у меня были поддоны, и я возил в этих поддонах. Относил зелень в таком поддоне, обувном обычном. И отдавал зелень, а поддон забирал. Было не суперудобно, много ты так машины не загрузишь. Потом я перешел на пакеты. Использовал целлофановые пакеты обычные, майка. В них ровно встает два боксика микрозелени. Удобно, можно удобно подписать пакет. Зелень не пачкается, на нее не летит пыль какая-то с улицы, пока ты несешь зелень. Неплохой вариант. До сих пор его использую, но не полноценно. То есть, когда очень маленькие заказы, какие-то там два боксика, то я использую пакеты. Подписываю на пакете, клею этикеточку, подписываю в какой ресторан. И также клею этикетку свою, которая у меня разработана под коробки. Клею ее точно так же на пакеты. Следующий вариант у нас это пластиковые коробки. В какой-то момент я нашел такие крупные, большие, толстые ящики с хлебного завода. Дядька их оттуда забрал, он там работал. Ну, какой-то дядька, не мой дядька. Их оттуда забрал и продавал их на Авито. Я к нему приехал, забрал их по 100 рублей, эти ящики. Они огромные, очень тяжелые. В целом удобные, но охренеть какие тяжелые. Ну, а зелень в них грузить было удобно. Можно было загрузить много и отвезти. Поэтому я ватил в них какой-то период. Неудобство заключается в том, что если у вас заказов много, то вам нужно очень много этих ящиков. Столько ящиков не поместится. Вот сколько у меня сейчас заказов, столько ящиков не поместится в одну машину. И у курьера просто отсохнут руки и спина, и ноги, и ладони. И вообще, в принципе, можно умереть, если столько коробок отнести в рестораны. И именно поэтому сейчас я пришел к такому варианту, как использовать картонные коробки для мяса. Называется гофролоток для мяса и птицы, по-моему, так он называется. Выглядит этот гофролоток вот так. Это ящик, который собирается самим. Приходит он в плоском виде. То есть плоский картон, и ты его сам как бы собираешь уже в эту коробку. Очень удобно. Какие плюсы? Можно сюда наклеить этикетки. Коробка очень легкая, ее можно вот одним пальцем как бы это держать, с тем учетом, что я, в принципе, руками не особенно могу шевелить. Мне эти коробки очень удобно таскать. У нее есть специальные ручки, они крепкие. У них есть вот здесь небольшая вентиляция, чтобы проветривалось, если долго что-то стоит. В этом плане очень удобно. Вот. Ни в коем случае не подумайте, это не реклама этих коробок. Мне, наоборот, наверное, невыгодно их рекламировать, потому что мои конкуренты и так далее тоже себе начнут покупать такие же коробки. Но поскольку вы просили рассказать об этом, я рассказываю. Потому что мне важнее с вами поделиться полезной информацией. Коробка удобная. В чем плюс? Легкая. Ставятся друг на дружку. Вот здесь есть вот эти вот пазики, которые ставятся друг на дружку, и можно таскать очень много их штук вот так вот прям бутербродом таким. Минус. Минус заключается только в том, что, поскольку это картон, нужно с зелени сливать лишнюю воду, чтобы она не текла сюда в картон, потому что картон размокает. Особенно, когда много заказов. С утра коробки загрузили в машину к курьеру, и курьер приезжает в последний ресторан уже ближе к вечеру. Поэтому за это время вода успевает слиться с лоточков и впитаться в картон, и может провалиться дно или размокнуть, начать провисать. Это минус, но это можно адаптировать очень легко. Поливы. Делайте поливы просто перед днем отправки заказов заранее, или я беру боксик и его прям так чуть-чуть выжимаю в поддон, где он стоит. И тогда отлично вода лишняя сливается, и картон не намокает. В чем еще удобство, что я разработал для себя специальные этикетки, которые клеятся вот сюда, и очень красиво, аккуратно смотрится, брендированная получается упаковка у меня, и кайф. И главный вопрос, скажи размеры коробок и где такие коробки купить. Такие коробки или другие коробки можете купить, смотрите, дешевле. Предлагаю сначала вариант подешевле, попроще. Для тех, кто хочет сразу же выращивать качественный продукт и красивую микроселень, которую будет охотно покупать у вас в ресторан, и вы будете выше конкурентов, я крайне рекомендую сразу же покупать нормальный, хороший фитосвет. У меня, например, это лампы от фирмы Green Roots маркировкой 5WR. Вроде так. Эти лампы отлично подходят под вот такого рода стеллажи. Под ними идеально растет, ну, в принципе, почти любая культура. И получается вот такой вот супер-пупер-жир. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас рос точно такой же супер-пупер-жир, и чтобы рестораны охотнее покупали вашу микроселень, чем микроселень конкурентов, то без фитосвета вам не обойтись. Именно поэтому всем рекомендую брать лампы на сайте Green Roots. Тем более, там есть скидки по промокоду марганец. Проходите на сайт Green Roots по первой ссылке в описании этого ролика или же сканируйте QR-код на экране. Всем удачи в бизнесе! А я повез заказы! Предлагаю сначала вариант подешевле, попроще. Вы можете прийти на рынок в какой-нибудь овощной магазин, узнать у них, ребята, мне нужны коробки. Вот какие у вас размеры есть. Скажите, я готов у вас забирать коробки после помидор, например. Коробки целые, хорошие, не мокрые, ничего. Они просто бэушные. В них привезли им помидоры, помидоры продали. Коробка куда идет? Либо на выброс, либо они могут с нее чуть-чуть заработать, продать ее вам за 10 рублей коробку. Или за 15 рублей. Поэтому можете покупать коробки на рынке. Как вариант. Там всегда есть много коробок. Можете их брать там. Либо пластиковые, либо картонные. Я все-таки больше за картон, потому что он и меньше режет руки, и легче, и с ним удобнее ресторану. И вы не вредите экологии. Как, например, тот же самый пластик. Мой же вариант немножко другой. Я заказываю коробки с завода. Последний раз завод прямо под меня запускал линию, конвейер. Запускал чисто под меня, чтобы сделать эти коробки. Делалось коробок для меня. Очень много штук. По-моему, около 3 тысяч штук. Я в сумме за это отдал чуть больше 100 тысяч рублей. По-моему, 110 или 117 тысяч рублей я отдал в сумме за коробки. Но они мне вышли не очень дорого. Что-то в районе 45-50 рублей за одну коробку. Если бы я покупал их меньшим количеством, то мне бы это вышло дороже. Имеется в виду коробка. Она бы стоила рублей 70-80. Поэтому тут смотрите сами, как вам удобнее. Возможно, найдете такие коробки у каких-то других сети фермеров, кто покупает для себя. Возможно, иметь смысл нескольким сети фермерам в склад чину взять и купить такие коробки. Тогда это будет дешевле для всех. Поскольку мне объемы мои позволяют и финансы позволяют, я просто взял и позволяет еще место хранения. Есть где хранить эти коробки. Я просто заказал сразу же 5 палетов этих коробок. Вы можете обратиться в любой завод, который производит картон. Еще также очень удобно на нее вот эти этикетки делать. Можете сейчас посмотреть, как это будет выглядеть тоже. Где-то тут сейчас появится фотография, как это выглядит у меня. Также на эту же коробку я клею нахлейку ЕАС, что обозначает, что вся моя микрозелень сертифицирована. Просто сертификацию и безопасность. А это мы разобрали, что касаемо ресторанов. То есть таким образом можно отправлять заказы в рестораны. Если же вы возите заказы по физлицам, то, конечно, на коробку тратиться не очень интересно. Хотя если у вас концепция премиальной зелени, которая будет очень качественная и в очень качественной коробке за очень много денег, то можно делать в какой-то небольшой коробочке за большие деньги продавать. Поэтому можно поискать тоже на сайтах разных заводов или на маркетплейсах какие-то красивые самосборные коробки, в которых можно отдавать микрозелень не очень красиво и аккуратно. На сайте про семена, кстати говоря, тоже продаются такие пакеты перфорированные, которые идеально подходят под стандартный лоточек. Как делал я? Я закручивал просто этот пакетик, рафтовые бумаги, кусочек сверху пристабиливал и туда вешал этикетку свою. Получается очень красиво, аккуратно. Можете сверху еще и такую джутовая веревка, бечевка называется, по-моему. Можете ее тоже сделать. Получится красиво, очень аккуратно и премиально. И для продажи физлицам будет вообще прекрасно. Да и, наверное, по упаковке на этом у нас все. В целом я все рассказал. Обязательно учитывайте то, что упаковка стоит денег. И за упаковку заплатите вы. Также, что касаемо коробок, очень удобно тем, что я просто отдал заказ в ресторан, оставил его там и ушел мне на эту коробку все равно. Также, как вы можете маркировать свою коробку каким-нибудь, да, своим брендом, оставлять на своей коробке свой номер, есть конторы, которые занимаются изготовлением штампов. Вы можете изготовить штамп, купить черные чернила, и этот штамп макать в черные чернила, а потом на коробку. И у вас получится, как будто бы на коробке напечатано черным ваш логотип, например, или название вашего сайта, или ваш номер телефона, что очень удобно. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел этот ролик. Если этот ролик вам был полезен, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и можете написать комментарий. Также в комментариях напишите, про что снять еще ролик, что вам было бы интересно. Пишите то, чего у меня еще не было на канале, и я обязательно возьму эту тему и расскажу про нее у себя на ютубе. Также не забывайте, что на моем ютуб канале вы найдете информацию по выращиванию, продаже и так далее, и так далее, в их разделе. А в описании под этим роликом найдете ссылки на всех моих поставщиков. Семян, ваты, боксов, удобрений, ламп и так далее. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok